всем привет дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании и сегодня речь пойдет о некоторых вещах которые в испании меня не просто удивляют поражают речь пойдет о борьбе против насилия против женщин уже не первый год испании бро борется против насилия против женщин против насилия в семье и против гендерного насилия но иногда формы защиты женщин приобретают такие искаженные формы что диву даешься я расскажу об одном из таких случаев когда непонятно хорошо защиты или уж лучше иногда обойтись без защиты в 2019 году испанию потрясла страшная трагедия россиянин роман чернов убил свою жену елену велес на глазах у несовершеннолетнего ребенка они познакомились с тремя годами ранее в интернете на тот момент елена работала медсестрой жила в новороссийске была в разводе и воспитывала ребенка от предыдущего брака роман к своих 50 годам вполне благополучно жил в курортном городе в испании работал по ремонту электроники машин и купил свою квартиру и не хватало лишь любимой наконец он встретил любимую в интернете и после недолгого знакомства елена велес собрала чем ананы из новороссийска переехала кого переехала к роману в его квартиру они жили в день это курортный город недалеко от аликанте девочка пошла в школу роман обеспечивая семью а елена не могла работать по специальности не подтвердить диплома подтвердить диплом это тоже дело небыстрое поэтому елена подрабатывала уборкой квартир не об этом были женские грезы девичьи грезы правда не знаю что там да как кто там чего якобы жизнь молодых не задалась злые языки говорят что кто-то из всезнающих новых подружек подсказал как можно избавиться от кавалера и остаться в профите дело в том что здесь в испании очень серьезно относятся к сигналам о гендерном насилии достаточно женщине позвонить в полицию и сказать он не угрожает и все приезжает группа захвата мужика лицом к стене руки за спину и даже не будут разбираться прав виноват все априори виноват все обижал в кутушку и многие таким образом пользовались этими всеми преференциями разными ну так вот злые языки говорят что елена тоже решила пойти накатанным путем якобы в один из дней они ссорились якобы нашу соседи вызвали полицию елена написала заявление о жестоком обращении тот постановил что роман не должен приближаться ближе чем на 300 метров к жертве роман остался свои 54 года с голой задницей на асфальте кроме того что он сам лишился квартиры он должен оплачивать все расходы по квартире содержание бывшей любимой и ее ребенку можно понять чувства мужика он стал к ней обращаться с просьбами уговорами угрозы она написала заявление суд постановил что кроме того что он он не должен приближаться к жертве он не должен с ней общаться в результате суд принял решение о том что и поставили ее на специальную программу защиты и постановили что у нее средний уровень угрозы однако все эти решения суда не остановили романа я думаю что он пытался убедить ее уйти из его квартиры и из его жизни на все его уговоры просьбе борьбы она отвечала насмешками и издевками испанский киндер сюрприз три в одном свободная женщина с квартиры и с содержанием у елены началась совершенно замечательная великолепная жизнь на испанском курорте чего нельзя сказать о романе в конце концов в октябре 2019 года на рассвете он проник в свою бывшую квартиру и прирезал свою бывшую что мы имеем в результате в тюрьме она в могиле ребенок сирота я не знаю чем закончилась история с ребенком ее хотела забрать тетя которая живет во франции также был как вот какой-то родственник из россии который был готов приехать в испанию и вы с девочкой в контакте то есть он был готов приехать в испании и поддерживать с девочкой контакта нельзя девочку а поддерживать сиротой контакт каких только родственников не увидишь в общем к чему я кланя эти испанские законы меня удивляют вот в данном случае лучше бы этой защиты и не было ну что она могла не сложилось иметь жизнь но могла она вернуться в россию но скромная а я не хотела в россии уже девочки нравился в испании куда ехать не не хотела уезжать из испании но хорошо не было бы этой защиты но пошла бы работать но к сожалению судьба распорядилась иначе я не знаю зачем нужно было так упорствовать лучше отступить и дать дорогу чем самой попасть под автомобиль поэтому данном случае я не знаю вот этой это меня очень удивляет в испанских законах ей было предложено различные бесплатные помощи бесплатные и бесплатные адвокаты и бесплатные психологи и постоянная телефонная линия и социальный работник такого вот обычным граждан не представляет обычно граждане должны должны платить а это жертва гендерного насилия пожалуйста все 30 удовольствия так что но такие здесь в испании законы которые меня очень удивляет это один из них а других я расскажу в другой раз все ну на это я с вами прощаюсь надеюсь у вас у всех достаточно доход чтобы не быть ни от кого зависимый на это я с вами прощаюсь благодарю за внимание всем хорошего дня всем пока